Физкульт привет, туристы! Заканчивается Карельский водный поход второй категории сложности по реке Валома и Сегозерскому водохранилищу. И настало время сделать выпуск, мне понравилось. Начнем мы с байдарки, на которой путешествовали, потому что она действительно мне понравилась. Это байдарка Котабайт 3 от фирмы Тайм Триал. У нее есть транец. Очень жалко, что не получилось его использовать. У меня пока нету двигателя. Я с нетерпением жду момента, когда можно будет на этой байдарке погонять под мотором. Надувное днище. Надувная байдарка с надувным днищем. Это плюс 10 комфорту использования. Видите, вот эта вся вода, которая собралась в задней части. Это вода от дождя, весел, капель с весел, от волн. Она вся скапливается не у вас под ногами, а скапливается вдоль бортов и в такой вот кормовой части, в задней части. А надувное днище, получается, изолирует ваши ноги, ваш груз от этой самой воды. У байдарки есть штатные крепления под удочки. Рыбаки меня поймут. Готовые точки крепления груза, всякие привязки, они расположены в удачных местах. Во-первых, по периметру есть леер стационарный. И кроме леера есть еще вот эти полукольца вклеенные. И эти самые полукольца позволяют не просто крепить груз и пристегивать так, чтобы он не болтался там в порогах, но и еще сделать импровизированный парус. Буквально за 20-30 минут у нас получилось закрепить мачту, сделать парус и пройти определенное расстояние по водохранилищу, ну, пока ветер был попутный. И последний штрих – это точки крепления весел. Ну, я с этим раньше не сталкивался, но на байдарках. Это обычно фишка таких резиновых лодок, которые заточены под мотор. Оказалось, очень удобно. Редактор субтитров А.Семкин